День выборов. День выборов в Италии. И давайте вот прям сегодня самый подходящий момент рассказать о том, кто же там и что делает в Италии, какие у них там интриги, у кого есть шанс победить, кто выйдет на улицу, кто не выйдет на улицу. Итак, в 7 утра, в Москве это с 8 утра получается 61 тысяча избирательных участков открыто. Практически 50 миллионов избирателей будут выбирать правительство. 400 депутатов и 200 сенаторов. Ну то есть верхняя и нижняя палаты нужно выбрать. В 23.00 закроется и в 23.00, опять же я говорю сейчас по римскому времени, это значит, что будут первые экзит пола и будет известно, кто прошел, кто не очень прошел, кто собирается еще пройти после 23.00. И вы знаете, очень интересно наблюдать осторожное тявканье в сторону тех, кто с великой долей вероятности сегодня победит. И почему я говорю осторожное? Потому что не могут себе не позволить ни тявкать. И наблюдатели, которые, ну скажем, уже где-то месяц вникают вообще в избирательную программу Италии, приходят к одному и тому же выводу. Нету отмашки раздавить тех, кто идет к власти. То есть Италия без правительства намного хуже, чем Италия с правительством, которое будет умеренно проевропейское. И, конечно же, все внимание сосредоточено на Джорджи Меллани. Очень интересный человек, не первый день в политике. И не первый день она находится под таким сильнейшим, кстати, перекрестным огнем не только журналистов, но и левоцентристских сил. Я думаю, спецслужбы тоже под нее рыли, рыли, да ничего не нарыли. Ну давайте шаг по шагу. Кто это такая? Откуда она взялась? И почему это может быть первый премьер-министр женщина в истории, послевоенной истории Италии? Значит, но прежде всего я хочу процитировать Владимира Путина. Помните по поводу фразы, по поводу смены элит? Так вот, глобальные изменения элит, это когда ультралевые или среднелевые, или упоротые зеленые, или упоротые социал-демократы, которые в данном случае достаточно серьезные враги России, вдруг оказываются за бортом политических решений. Вот это и есть смена элит. И насколько это сейчас в Италии возможно, я думаю, хороших процентов на 99,99, 1% я оставляю на оголтелую подтасовку, потому что ничего не говорит, что правы не придут к власти в Италии. Нет ни одной предпосылки, нет ни одного социального опроса. Если вчера еще социальные опросы осторожничали север-юг, проевропейские и неевропейские силы, сегодня однозначно правым силам Италии отдают предпочтение. И очень так интересно начинают разговоры об Италии, очень многие такие мейнстримовские СМИ используют фразу «постфашистская Италия», впервые в период после постфашистской Италии. Вот вопрос, зачем вы это говорите? Есть современная Италия, почему вы в прошлый раз не говорили «постфашистская Италия» про времена Муссолини? Зачем вы сейчас делаете такой акцент? Конечно, уловка примитивная, но очень понятная. Боятся почему тявкать сильно вот эти всякие мейнстримовские СМИ, а также, ну тут кроме Урсула Фанделяйна, об этом я вчера рассказывал, найдите, пожалуйста, в архиве, кому интересно, Урсула Фанделяйн, конечно, вчера заявила, точнее, вчера в программе, я рассказал, как она заявила об этом позавчера, в принципе, автократия Брюсселя в Ивадалеве. И Италия, как такова сейчас, является символом для многих. Движение идет, я вам так скажу, по всей консервативной Европе, смотрит на Италию с надеждой. И итальянская вообще мысль, как такова, что такое постфашистская Италия, она по логике вещей должна окунуть нас в ассоциативном ряде, конечно же, в мысли о фашизме, о том, что неприемлемо. Соответственно, любые антифашистские силы начинают активизироваться, и сравнение с постфашистским, фашистским прошлым Италией, Муссолини, и вот здесь вот и начинается Джорджа Мелани, как такова личность, и ее партия, между прочим, на прошлых выборах имела всего лишь навсего 4%. Партия основана в 2015 году, но она с детства, грубо говоря, в политике, выросла на окраине Рима, и окраина Рима, наверное, как в любом городе, что такое окраина? Спальные кварталы, небогатый образ жизни, поэтому она ни в коем случае не стеснялась никогда ездить по всей Италии. Вот эти салонные политики, которые пьют бокал, держат в руках, знаете, нюхают это вино, пробуют в нем разобраться, услышать привкус абрикоса и листьев мандарина, все это замечательно, но эти люди не имеют контакта с народом никогда. И один из того примеров, напомню, у Меркель был очень такой известный политик, он председательствовал в Бундестаге, Шойбле передвигался в инвалидной коляске, на него было покушение. Человек больше 40 лет в Бундестаге, был министром не один раз, притом разных отраслей, был таким председателем, все-таки спикер, главный человек в парламенте, но он вот как со студенческой скамьи вошел в политику, он даже не видел нормальных людей. И, конечно, такие люди не окунаются в жизнь спальных кварталов, не окунаются и не соприкасаются с пролетариатом. Вот это отличие Мелани, она не стеснялась реально заглянуть туда, куда не заглянут салонные политики. Это не популизм, это ни в коем случае не модель предвыборного захвата лектората, это ее образ жизни, ее образ мышления. И, значит, давайте так, партию зарегистрировать это уже непросто. 4% получить, значит, пролетел мимо парламента. Теперь она номер один по всем вопросам. И ее партия номер один по всем вопросам. Это значит, что партия, набравшая больше всего голосов, будет, как во многих странах Европы, дано право формировать правительство. То есть лидер партии становится практически автоматически премьер-министром и дальше коалиционное соглашение с кем, как и куда. И вот эти вот парламентские выборы, братья Италии, это партия Джорджа Мелани, она объединилась с двумя другими партиями. Одна партия это Лига, хорошо нам известная, это Матео Сальвини, помните, министра внутренних дел. Это человек, который ходил с футболкой, на которой изображен Владимир Путин. И, конечно же, кто третий на горизонте, с кем еще органы смогли объединиться? Это Сильвио Берлускони. Сильвио Берлускони, магнат, олигарх, медиамагнат, у него свои СМИ. Сильвио Берлускони непотопляемый, все, что я могу сказать. Дай бог каждому 85 лет выходить на сильнейшую орбиту политического сопротивления. И прокуратура его кусала, и политики его топтали. Он все время отбивается и демонстрирует, что все, что к СМИ, играет большую роль в жизни. Что такое Италия сегодня? Вот перед тем, как перейти к тому, что у них за программы, являются ли они прорусскими апдептами в Европе или еще что-то, вот самое главное, чтобы понимать об Италии. Италия находится в долгах, как в шелках. Это пропасть, просто необыкновенная пропасть. Перспективы восстановления, они очень странны, потому что существует программа постпандемической помощи Италии из Брюсселя, но предыдущее правительство обещало ряд каких-то реконструкций, ряд каких-то изменений, на основании которых Брюссель дает деньги. Сумма, которую Брюссель должен дать Италии, порядка 200 миллиардов. Но Брюссель придумал очень хитрую вещь. Соглашение, которое Италия подписала, это практически полная потеря экономической независимости. То есть у Италии в будущем не будет никаких шансов, если она получает эти 200 миллиардов, например, вернуться к итальянской лире или как-то влиять на Центробанк европейский, чтобы евро как валюта, ну, кстати, и учитывала интересы итальянцев. Это такое соглашение было очень специфическое. В этом соглашении, конечно, не итальянцы играли основную такую примат роль. Они были вторичны. Они согласились просто за деньги отдать определенный суверенитет Италии. И Сальвений, кстати, говорит, что придем к власти, мы пересмотрим этот пакет, потому что Брюссель его навязал абсолютно несправедливо, не соответствует никаким параграфам, которые в Брюсселе курсируют. Это просто беспредельно. Знаете, на коленках составили, решили Италию наклонить. Но опять же, это спекуляция, и это сказалось о людях. И вот экономический кризис, пропасть, она такая серьезная, рекордная инфляция, энергетическая блокада, которая может и в том числе и Италии светить, какой бы там Брюсско неприкольный не был, но, тем не менее, Россия может устроить им блокаду. А почему бы и нет? Ты считаешь, как и всему Евросоюзу. То есть энергокризис в Италии тоже присутствует. Что касается вообще ВВП и прочих вещей, то, значит, инфляция помогает, конечно, бороться, но примерно сейчас 150% ВВП – это и есть долг Италии. Там триллиардные суммы, даже Греция прячется своим долгом, который вроде бы как смогли разбить над частями, смогли частично взять в Германии денег в долг. То есть Италия в этом отношении, ну, без шансов, если честно, она абсолютно пуста. В Италии нет возможности на какой-то прорыв пойти. Италия потеряла несколько рынков. Например, текстильный рынок России – это потеря. А как текстильный рынок Китая – это тоже потеря. Перенос производства в Италию не состоялся как таковой. Что можно сделать? Можно стимулировать только предпринимательство. Опять же, добавляем снова пандемию. После пандемии север Италии не проснулся. Хотя был момент, когда все сказали, о, слава богу, Италия просыпается. Нет. Все деньги, которые дали на переход от нулевого туризма к тому, чтобы какой-то появился, эти деньги уже закончились. То есть сейчас Италия стоит снова в пункте отсчета, как идти дальше в этом процессе. Значит, представьте себе, что правительство в Италии, как правило, держится полтора года. Это очень интересный момент. Полтора года – все, следующее правительство. Полтора года – следующее правительство. Дело не в том, сколько денег тратят на избирательную кампанию. Дело не в том, что вылетают основные партнеры или остаются в коалициях. Дело в том, что за полтора года у Италии есть опыт, как можно наломать дров. То есть ты знаешь четко, ты пришел через полтора года, ты слетишь. Что нужно сделать? Нужно ввести пару законов. Один из них, например, нельзя трогать хозяев СМИ, у кого есть газеты, телевидение, радио. Это, например, Берлусконе. Второй закон, который нужно ввести, нельзя, чтобы Брюссель диктовал какую-то особую политику по мигрантам, чтобы это была централизованная политика. Это Сальвиния. Если мы обращаемся к Мелани, то Мелани собрала практически все лозунги, все пароли, которые существуют в Италии, все, что такое право популистское, и при этом дала четкую установку. И вот здесь начинается самое интересное. Заглядываем во внутренний протокол Мелани и смотрим, какие... И слив, кстати, сделали некрасивым, но он интересен. Вы знаете, иногда вот заглядываешь в чужую спальню, там, или шкаф открылся, уже несколько лет не думаешь, лучше бы я этого не знал. А в данном случае как раз заглянул и думаешь, о, как интересно. Ну, например, четкая установка на всех партийных собраниях не пользоваться римским приветствием. Та-да-да-дам, да-дам. Вы знаете, что такое римское приветствие. Это рука, вскинутая к солнцу. То есть фашистское приветствие. Так вот, вдумайтесь, что не пробуют они объяснить, они в данном случае это приверженцы Мелани, что это не свастика, что это символ солнца, что это не фашизм, что это приветствие все-таки древних римлян, а не Гитлера. Нет, просто запретили. Вопрос сразу же. Если какой-то директивой внутренней запрещают это приветствие, то тогда снова же вопрос. Оно что, часто там существует, что нужно директиву действовать? Отвечаю вам, абсолютно да. Абсолютно да. При этом плевать и не хотели на Германию, плевать и не хотели на то, что существовал Гитлер. Они говорят, это наш лозунг, наше приветствие, у нас какой-то урод украл. Мы имеем право вот так вот приветствовать друг друга. Мы имеем право приветствовать этим вскидыванием руки. Нам это нравится. Какая ассоциация у нормального человека? Конечно, антифашизм как таковой, это доктрина, не требующая переосмысления. Поэтому запрет этого лозунга, этого приветствия, соответственно, является всего лишь таким легким причесыванием. Нужно подогнать все собрания, подогнать партийную деятельность по тому, чтобы не осуждалось вот этим, что у нас в позвоночнике живет антифашизмом. То есть, чтобы тебя не топили левые СМИ, чтобы тебя либеральные СМИ не топили, чтобы тебя мейнстримовские СМИ не топили, чтобы тебя вообще СМИ не топили. С точки зрения технологии, конечно же, это правильное решение. Но еще раз, если оно есть, значит, люди там мыслят. И, например, там, не помню, неделю-полторы назад у Мелани в партии такой интересный был политик, он был в Сицилии, его сняли вообще очень быстро, очень резко. Почему? Тоже история очень интересная. У него постоянно в Фейсбуке шла риторика, мол, перестаньте травить Гитлера, Гитлер делал то, что нужно. Наш новый лидер, то есть вот это Мелани, и идет такой, знаете, параллель из итальянского тяжело переводить онлайн-переводчика, но тем не менее очень понятно, о чем они говорят. Позвонил товарищу, он мне пару постов перевел, ну, смысловую нагрузку. Действительно это была параллель? Или это размышление человека о том, что Муссолини не так уж плохо был для Италии, и нужен второй Муссолини, который соответствует современности? Или действительно были параллели с Гитлером и восхищение с Гитлером? Я честно скажу, я не разобрался. По тем тезисам, которые озвучивал этот политик, понять ничего нельзя, но его сняли. Я думаю, что любое, даже косвенное размышление о Гитлере, конечно, оно является нерукопожатым. Конечно, надо снимать сразу с предвыборной кампании, что они и сделали. Притом сделали очень хорошо и очень замечательно. И вот такая радикальная самоуверенность Мелани, она основана, знаете, на контакте реально вот со спальными кварталами, с разговором с простыми людьми, с проблемами простых людей. То есть это абсолютно, я считаю, популистская с одной стороны политика, с другой стороны, является ли она правого толка, прилизанным фашизмом. У них есть такой специфический символ, это трехкрасочный огонь, ассоциирующий с огнем на могиле Муссолини. Его не заменили. То есть вся партийная риторика заменена, и в этой партийной риторике вот эвфемизмы, которыми прибегаются, один огонь оставили, Муссолинский, все остальное, ну, причесано так по-демократически, вы себе представить не можете, ну, нету вот где докопаться. И на прямой вопрос, вы являетесь фашистами? Я скажу, нет. Они не являются ни в коем случае фашистами. Они являются абсолютно правыми. Я бы сказал, что они являются правыми на грани радикализма. Являются ли они немного, я не побоюсь этого слова, националистами? Да, не немного, очень сильно. Они националисты. Являются ли они неонацистами? Нет, они не неонацисты, это тоже нужно понимать. Они не неонацисты, они абсолютно идут против ветра. Взяли себе в программу некоторые вещи, связанные с левой партией. Например, это политика детсадов. В общем, такая ситуация, что в Италии население, есть такой подсчет демографический, когда считается, сколько меньше 12 лет и сколько больше 65. В общем, посчитали, что население Италии к 50-му году примерно в два раза сократится. Цифра чудовищная, и в этой цифре много правды. Почему Италия должна думать о демографии? Потому что, даже если наполнять Италию мигрантами, все равно не спасет. Ну, не спасет, это будет тогда не Италия. Разговоры эти в Италии присутствуют, что такое чистый итальянец. И опять же, эти все разговоры, вот только начинаешь их, ну, такое, косоглазие сразу развивается, все уши, знаете так, новострили, будет ли этот разговор неонацистским, будет ли он в рамках национализма, здорового, консервативного, или это что-то другое. Я могу сказать так, что Сальвинин нашел себе партнера, конечно же, потому что Мелани абсолютно против, ее все называют Мелани, она абсолютно против ливийской эмиграции, то есть блокада Ливии по морю, вплоть до того, чтобы там поставить военные суда, она антигуманна с точки зрения отношения к африканским бедам, но она абсолютно доктринально по отношению к политике Сальвинии, доктринально по отношению к Италии, то есть прочь, долой, чтобы умигрантов у нас здесь на горизонте вообще не было. И в этом отношении, знаете, вот чуть-чуть политики левых, чуть-чуть политики правых, но миграционная политика полностью объединяет вот этот корпус Берлускони с Сальвинии и Мелани. При этом Берлускони, вы знаете, удивительная вещь, откуда у человека столько сил, Берлускони тут проявил себя дважды, или даже я больше сказал бы, в последнее время, значит, если отслеживать все, что говорили эти кандидаты, которые, скорее всего, вот захватят власть сейчас, получат большинство в парламенте и будет их премьер-министр о России, то примерно так. Ощущение все время не покидает, что на, где-то вот в тени, в заднем фоне они остаются с мыслями о России и где-то положительно относятся. Но каждый раз, когда им подносят микрофон и камеру, а делали это профессионально, их подводили к тому, что как вы смеете не осудить войну? И вот здесь вот все три открестились полностью при всей симпатии, говорят, присоединение Крыма было хорошо, вот сейчас это плохо, мы только с Евросоюзом, мы только с НАТО, мы ничего делать другого не будем. Можно ли таким политикам верить настолько, чтобы потом сказать, что, о, ребята, вы же говорили одно, теперь делайте другого? Я так скажу. Правые, как правило, говорят, что в интересах государства нужно пересмотреть то, что было сказано две недели назад, в отличие от вот этих социал-демократов, либералов и зеленых. И в этом отношении ожидать что-то от них, такого прорывного, я не ожидаю абсолютно. И Берлускони, его поймали все-таки на одной из фраз, потому что считается, что Берлускони был другом, не просто там вот Сальвини восхищается Путиным, а Берлускони был друг Путина. И, конечно же, его все время спрашивают, ну ты же друг, ну ты же друг, ну ты будешь лоббировать интересы России, ты же будешь восстанавливать что-то, ты сделаешь это. И Берлускони танцевал, если честно, не как уж на сковороде, намного сильнее, намного крепче, но тем не менее, Евросоюз и НАТО являются единственным путем. У нас остается меньше минуты. Но если посмотреть и посчитать, что они говорят о Евросоюзе, о Бурсуле фон де Ляйен, то я понимаю, они абсолютно не прорусские. Вот это вот типичная ситуация для консерваторов. Они проитальянские, и как только они будут проитальянские, они станут автоматически частью прорусскими. Автоматически, потому что будут отстаивать, например, энергетическую безопасность Италии. Владимир Сергеенко автор программы, писатель-публицист. С нами по-прежнему на связи. Мы говорили о том, в каких условиях сейчас формируется новый парламент Италии. Продолжая разговор и возвращаемся в Италию. Значит, несколько таких интересных моментов. Давайте по пунктам. Что может измениться в Италии по отношению к России? Для нас это самый важный вопрос. Как там Италия будет с Брюсселем, мы тоже обсудим. Ну, вот представим, что Мелони, Сальвини и Берлускони пришли к власти. Что у них вообще было? Значит, предшественник Драги это был человек, который, ну, такой, минстрим европейский абсолютно. Ничем не отличался в своей безоблах, в своей риторике от любого другого премьер-министра, кроме венгерского. Понятное дело. И двумя руками полностью за любые санкции против России. Здесь совсем другое. Как минимум, Берлускони и Сальвини они русофилы. То есть, если Мелони является не русофилом, а просто проитальянским персонажем, который к традиционному националистическому подходу добавил просто личную харизму, плюс взял немножко социальные политики, это то, что принадлежит левым, национал-социализм страшная вещь, если честно, для европейцев. Они уже это проходили, они сейчас туда идут семейными шагами. Но публичность, которой Сальвини и Берлускони открещивались сейчас о том, что не будут лоббировать как-нибудь снятие санкций или еще что-то, она действительно спровоцирована именно для меня предвыборной компанией и журналисты, которые делали все время подводки в вопросах, эти подводки были только для одного. Поймать потом на будущем зачем нас обманывали. Все эти закладки журналистки, они для меня сродни методичке. Это не запрос интересующего журналиста, а это в принципе больше похоже на одноходовую композицию какую-нибудь в шахматном порядке. И знаете, вот совсем недавно, то есть это третьего дня произошло, значит, берут интервью в Берлусконе и Берлусконе говорит, что в принципе Путин хотел поменять власть на Украине на приличных людей, а потом отвезти войска. И вообще-то Путина подвело к его решению его окружение, а сам Путин он является и дальше вот опять же очередной раз Берлусконе высказал свое мнение о личности президента Российской Федерации. Что вы думаете? Вот поскользнулся в этот момент Берлусконе, когда стал рассуждать о мотивах, о еще о чем-то, то есть табуированность темы, окунуться и сказать эй вы, ребята, посмотрите, что НАТО вытворяло, посмотрите, что Украина вытворяла. Даже старый, давайте так, пусть он крепкий орешек, но он старый, старый Берлусконе, старый волчина, такой опытный политик, и то не смог, он не смог устоять, он должен был включить заднюю, и тут же начать как-то оттанцовывать назад, и тут же надо же говорить, что агрессия против Украины, это все неприемлемо, партия во всем солидарно с НАТО и ЕС, понимаете, ведь он просто будет потерять голоса, то есть общественное мнение уже настроено так, что эту тему можно обыграть только с одной стороны. Савини, ну, младший Берлусконе в два раза, мое мнение о Путине изменилось из-за войны, сказал он. Дальше, смотрим, что говорит Мелани, Мелани во всех интервью, Мелони, Мелони, во всех интервью говорит, что Россия и Китай противники Запада, поэтому нужно противостоять им и симпатии она не испытывает ни к России, ни к Путину, ни к Китаю. Делаем вывод, будет ли итальянское изменение при приходе этой троицы в отношении России, в отношении того, что санкционно принимает Евросоюз против России. Я отвечаю вам, да, будет. Вот как-то не странно, потому что популисты этим и отличаются. И то, что делают, что Сальвини, что Берлускони, они подтанцовывают у олигархата и общественного мнения, у мейнстрима, и я считаю, что это абсолютно тонкая и справедливая игра, где нельзя особо наговорить каких-то гадостей в сторону России, потому что потом на основании гадостей будешь иметь закрытую дверь, не войдешь. Поэтому нужно как-то аккуратно быть, с одной стороны, в мейнстриме, с другой стороны, почему во мне теплиться от надежды. Ну, я же не наемный человек, так, чтобы рассуждать об этом с точки зрения «ах, мне бы хотелось». Да я прекрасно знаю, что такое итальянец. Я прекрасно знаю, что такое итальянец в политике. И точно так же они такие смелые, знаете, кричащие «да мы сейчас выступим здесь против, подходят к трибуне и начинают что в ПАСЕ, что в ВБСЕ те же сопли живать». Боятся они сделать любые антимейнстримовские шаги. Но если рассматривать еще раз российскую внешнюю политику Италии как доминирующую, это будет неправильно. Правильно рассматривать итальянские выборы только с проитальянской позиции. Итальянская позиция ничем не отличается ни от французской, ни от немецкой, ни от австрийской, от польской отличается, от эстонской, латвийской, литовской. Вообще она очень похожа на венгерскую. И в этом отношении осознание и тяжесть принятия решения она просто на горизонте. Вот если бельгийцы лоббируют для себя снятие санкций с алмазной с бурлянтовой продукции из России, точно так же Италия будет лоббировать для себя определенные какие-нибудь плюсы. И происходит, как правило, это так. Мы поддержим ваши предложения, дальше идет перечень из семи там повесток, там отключение от свифта, предоставление визы только к гуманитарным каким-то проектам, разрыв отношений с банками, внесение в список дополнительных лиц, а дальше девятым пунктом. Только если вот этот девятый пункт вы пропустите. А девятый пункт Италия имеет право на... И вот дальше начинается итальянская повестка, которая будет абсолютно для многих наблюдателей пророссийской. Потому что Италия, извините, с южными потоками, с поставками из газа, тоже заинтересована при своей нищете, при своих долгах перехватить повестку из той же Германии, подхватить какой-нибудь цех или производство автопромовское, перенести к себе все те же самые проблемы. В Италии тоже проблема с безработицей. В Италии проблема с преступностью, огромнейшая проблема. И из долговой ямы вылазить Италия может двумя способами. Первый способ перейти к итальянской лире, второй способ выкрутить руки Брюсселю. И то, и то хорошо. Как по мне, любая нестабильность в Брюсселе является не дестабилизирующей для Евросоюза, а наоборот стабилизирующей Евросоюз. Стабильный Евросоюз в нормальном восприятии экономических проблем, в нормальных восприятиях гражданских проблем, социальных проблем, это является партнером для построения будущей архитектуры безопасности в экономическом и военном смысле слова. Но именно стабильный Евросоюз, не подкаблучный Евросоюз. Является ли Италия в этот момент дополнительным звеном, смотрите, в Швеции выборы были, там победили националисты, открытым текстом, те, кто против миграционной политики. Отличные новости в Италии, в Австрии, в Венгрии, в Польше, между прочим, эти настроения есть. То есть их становится все больше и больше консерваторов. Польша ни в коем случае не пророссийская, но их консерваторы ругаются с такими, как Урсула Фонделяйн. Кто такая Урсула Фонделяйн и весь ее вот эта вот группировка Урсула Фонделяйн? Это захватившие власть, поставленные люди, которые уничтожают как минимум индустриальную мощь Германии, как минимум, они насаживают диктатуру в Брюсселе. Если сместить их снова на демократический режим, тогда страны Евросоюза смогут сами осуществлять свою национально суверенную политику. То, что им сейчас запрещено, их по рукам бьют каждый раз, когда они это делают. И в этом отношении усиление консервативной оси Венгрия, Польша, Швеция, Австрия. Смотрите, в парламентах стран, что Франция, что Германия присутствуют национально ориентированные партии. И плюс Италия, извините, это уже серьезный костяк. Это уже может быть переворот в Европарламенте и переход к новой эре европарламентского осмышления существования.